О, давай, зупиняй цего клоуна. Ну, куда летим, опаздываем? На свои похороны. Ой, костюмчик подходит. Ребят, извините, я на работу опаздываю, в цирк. Ты шо, депутат, чи шо? Вы помню, раду опаздываешь. Очень смешно. Я в цирке работаю, у меня выступление вот-вот начнется. Отпустите, пожалуйста, очень опаздываю. Так, а мы прям тут сейчас цирки устроим. Давай права. Давай, давай. Так. Пожалуйста. Хочешь фокус? Хочешь. Смотри, есть права. Ляськи-масяськи. И нету прав за злостное нарушение. Хороший фокус. Прекрасный фокус. Вот права на самом деле. А прав у вас там уже нету. Могу я ехать? Ты шо, Куперфильд, ты давай нас тут не дротуй. Ладно, я понял. Давайте договариваться, а? Опа! Ты шо, в 2008 году сто ревень гаишикам предлагать? Хорошо. А так? Шо ты треш? Оле! Ап! Ого! Хватит? Ого! Слушай, а ну по три мою пятьсотку еще раз вот так вот. И мою давай три. Мало значит, да? Давай-давай-давай! Ап! Оечка! Тихо! Давай еще! Давай-давай-давай-давай-давай! Давай! Мужики, не нагляйте! Так давай, рубиым! Ну мы сейчас у тебя под двойным дном наркотики найдем! Давай три-три-три-три-три! Мужики не нагляйте! Так давай было уже что-то! Давай-давай! Ладно, ну хорошо! ну давай ну давай ну 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 это чё такое перегнули вы палку ребят моё выступление дороже стоит да мы тебе сейчас перегнем давай наручники сержант руки ты фокусы тут нам решил показать сейчас мы не такой фокус покажем с конфискацией автомобиля ой не злите меня мужики это что ты на своим ахалай махалай макар да не 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 вечно струбы джинна выпустят я сейчас прилетит день день фея и спасет его извините мужики ехать надо опла так а ну стоять ты стоишь за ним стоять часто в украину приезжаете ну бывает бывает это хорошо у меня для вас есть уникальное предложение слушаю готовы оформить карточку какую карточку карточку постоянного посетителя вы что каждый десятый обыск совершенно бесплатно да интересно более того если вы уплатите штраф за незадекларированную валюту вы можете бесплатно провозить картины драгоценность и 20 процентов скидка на наркотики уху как у вас все поставлено более того после 25 поездки с каждой взятки которую вы нам дадите мы возвращаем 10 процентов прямо к вам на банковскую карточку да вы знакомы с сетевым маркетингом так вот если вы приведете к нам пятерых своих друзей вы с каждого из них будете получать процент поверьте это самое лучшее предложение на таможне ну что соглашайтесь карточка стоит всего каких-то несчастных 5000 долларов сколько это самое выгодное я вам серьезно говорю если вы найдете дешевле мы вернем вам сто один процент знаете мне ваш карточка неинтересно то есть не будем афара не будем жаль тогда с вас сто долларов за консультацию американские что у нас о комчик здорово здорово прикинь что твой старлей придумал говорит давай ему сто баксов за консультацию это не старлей реформа у нас наверху все утвердили так что ничего прямо сто баксов ну давай как куму ополченник реформаторы жду тебя в машине а давай товарищ капитан может зря с кумом так это все таки не зря с этим кумом так и надо он ко мне приезжает 50 раз в год и живет меня надо же как-то коммуналку оплачивать но товарищ капитан мы же с вами вроде как напарники но и это что я слышу ты же таможник новой формации ты же реформатор вот и реформирует мне за мой счет есть реформировать больно а вот это сюда вот так вот вот теперь порядок о красавцы кондратик кондратич но это полная хрень никакая это не хрень мы в этих рубашках как придурки смотримся я сказал деть чистое значит я нити чистое кондратич я в чистом себя чувствую как будто умирать собираюсь идиоты а должны вы себя чувствовать как работники сто европейского уровня понимаете а чувствуем себя как придурки да потому что вы и есть придурки ну разве же вы не понимаете если клиента будет обслуживать мастер опрятный чисто одетый значит и платить клиент будет больше кондратич так можно просто цены поднять как прошлый раз так а давайте я буду решать шо лучше а шо хуже паша мэр решает он так а ну не ярничай а то за зарплатой пойдешь в пункт приема стеклотары как обычно так значит на европейском т.о. все должно быть вовремя машинку мы должны отдать через час поэтому работайте господа да и не забудьте одеть перчатки перчатки еще эти блин консерцептивные куда их одену ну что орлы закончили осталось две минуты 15 секунд кондратик кондратич мы даже не начинали да вы же с вашими порядками ключи куда-то дели на 12 мы найти их не можем смотри а шо значит не начинали ну так даже не приступали вы ключи все попрятали хрен найдешь да шо значит попрятал вот же я вот сложил вот написано ключи у нас в этой коробке всегда болты и гайки лежали на болты вот сюда я положил ну написан наш так в этой коробке у нас запчасти лишние всегда были что значит лишние но это вот когда машину разберешь соберешь по любому пару деталей лишних остается горбатого только могилы исправить вам бы не без виз в европу давать а мозгов бы у гудвина попросить ай ладно на работайте как привыкли о ключ на двенадцать нашелся ну так другое дело кондратич говорили две минуты 15 секунд управимся за полторы засекайте еще кофе время останется попить ой да у каждого дотика своими методика и головка на тринадцать нашла и ты пол смотри а и тут очереди нету ну что ж за день-то сегодня такой так это же хорошо что у нас очереди нет кому хорошо курицу тут упорылая без очереди никакого общения что же я зря новости смотрела дубина внучка не обращай на нее внимание лучше кроволочеку нам накапая хорошо дедушка шевелись и давайте скорее быстрее дочка быстрее давай давай что-нибудь еще дедушка да и беруши две штуки пожалуйста ну я готов ты готова ну готова готова давай давай отопления отопление 1700 гривен дедушка отберущи вам зачем не нам внучка это тиби одевай срочно Сейчас такое начнется. Одевай быстро. Тысяча семьсот гривен за отопление. У меня пенсия полторы. Ироды, сволочи, гады. Сталина на вас нету. Да чтоб вы все попередыхали. Да чтоб вас всех маразм съел заживо. Да чтоб вы гады в такую страну просрали. Сволочи, подонки, уроды. Сидят, сидят, сидят. Тебе говно сраное. Мне что-то первое, второе. Сраное. В этом году, Софья Николаевна, я предлагаю расширить и разделить нашу столовую на две части. Это гениально. Это гениально. И, знаете, наконец-то мы сможем проводить одновременно свадьбы и поминки в один день. Прекрасно. Фу. Нахера так дохера ступенек. Лифты не слышали? Уже придумали. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Короче, я по поводу этой с***. Как ее выпало из головы. Ну, шо я, типа, образованец. Ну, бумага мне такая нужна. Уважаемый, у нас тут не канцелярия, а учебное заведение. Действительно. Да, да, я ж поэтому, вот эта бумага, которая, шо я, типа, образец. Не, не образец, вот там как-то. А, шо, образование у меня бумага нужна. Что-то я очень сомневаюсь, что у вас есть образование. И, ты шо, я в этой школе ж чалился от звонка до звонка. Ну, и в каком году вы закончили нашу школу? В каком? А, так, слышишь? На. Не забуду седьмой Б-2001. Ну? А как фамилия ваша? Крутенко, ёпт. А-а-а. Это тот Крутенко, который сбежал из нашей школы, не закончив даже семь классов, да? Да. Это тот Крутенко, фотография которого висит на стенде выпускники под графой «Разыскивается». Не, не, это уже устаревшая тема, а мы уже закрыли это дело. Это тот Крутенко, который разбил все окна в нашей школе. И зимой мы занимались в спортивном зале и столовой, да? Да. А еще, к вашему сведению, из-за вас 10 учителей уволились, трое попали в больницу, а учительница химии в декрет. Да, более косяки, поэтому я здесь, чтобы их загладить. Вот вам материальная помощь для школы, а вот это лично тебе. Пойди купи себе что-то одеться нормальное. Ну, все, давай мне бумагу. И после всего этого вы пришли к нам за аттестатом, да? Ну да, мне же без этого аттестата кресло мэра не дадут. Мне как-то страшно представить вас, Крутенко, на должности мэра. Так а что? Что тут страшного? Я пять лет депутатом был, кстати, вашего района. Только через мой труп. Ну, можно, конечно, и так, но я ж хотел по-людски. Не хотите, как хотите. Подожди. Да, братанчик. Да вот, зашел тут за этим аттестатом, а тут что-то эти телки быкуют и не хотят отдавать. А, вы уже сделали? О, бомба. А где? Ага, да, да, знаю. И золотую медаль мне дадут. Будет церемония. Класс, братанчик, с меня подгон. О, слушай. Я ж тебе обещал, этот, по ТРЦ место, если стану мэром. Сейчас я тебе, подожди, подожди. А сколько у вас тут кабинетов? Пятьдесят пять. А зачем это вам? Слышишь, братан, есть место, можно поставить пятьдесят пять бутиков. Можно встать, бассейн нефиг делать сюда встать. И место под рейстик есть. Все, братан, давай, обнял. Ну, шо ж, не хотите по-хорошему, по-человечье? Будет, как обычно. До свидания, образование. Ну, что, Софья Николаевна, несите бензин и спички. Зачем? Да сожжем эту школу нафиг во время выборов. Так будет лучше для всего города. Здравствуйте. Привет. Че хотел? Хотела узнать, сколько стоят ваши услуги. У нас сегодня акция. Сексуальным девушкам тату бесплатно. Класс! А в каком месте вы мне порекомендуете тату? На груди. На обоих. Солнышко над холмами будет идеально. Супер. Мне нравится. Ну, если нравится, можем продолжить. Например, на пояснице или где-то пониже. На попе? Аааа. И что, абсолютно бесплатно? Не совсем. Поцелуй для начала сойдет. Я согласна. Мама, иди сюда. Я все узнала. Да-да-да-да. Молодой человек сделает тебе татуировку на груди, на пояснице и везде, где захочешь. Правда? Да. А сколько он возьмет? Да бесплатно. Просто поцелуешь его пару раз и все. О, так я уже готова выдать аванс. Ну, это акция только для сексуальных девушек. Мальчик мой, я сама сексуальность. Командир! Командир! Что? Слушайте, может, прям здесь в палате охрану сделаем, а не в коридоре, а? Да не переживайте вы так. Без нашего ведома никто в палату не войдет. Ой, не знаете вы эту женщину. Это страшный человек. По-моему, вы преувеличиваете. Я вам серьезно говорю, она убить меня хочет. Лишать жизни человека только за то, что вы вытоптали ее грядку – это перебор. Она мне в фен в ванную бросила только за то, что я стульчак не поднял. Хорошо, вы главное успокойтесь. Мы будем осторожны. И не забывайте, мы тоже вооружены. Вот. Не смешите меня. Десять тысяч вольт. Она вот этим депиляцию в носу делает. Ладно, успокойтесь. Мы за дверью. Бегите. Бегите. ну что затек мама не надо ты зачем мою грядку вытоптал мама я не хотел честное слово я над этой клубникой рачковала целую неделю простите мама я просто не заметил лучше бы ты мою дочь 10 лет назад не заметил дольше бы прожила мама не надо я прошу вас пожалуйста мамочка да а он точно на грабли наступил да я сама видела просто я бы никогда не подумала что человек может так пострадать наступив на грабли а у сашеньки нашего кость легкая правда зайчик саша что врачи говорят когда тебя выписывают а что врачи что врачи два дня и на выписку а у нас в субботу проколка и мы едем на дачу правда зятёк на троих слушай клинись а ну чё ты не могу найти заявление о пропаже телефона саня я тебе знаю что посоветую забей так как же забей ты что вот она бабуля свой телефон в сумочке найдет раз заявление есть дело раскрыто все здоровому царяне привет кабан ты чё магазин одежды ограбил пришел к нам с повинной что ли да вы чего пацаны а я понял все кто нас опять будешь тянуть так ты с нами еще за кабаную не рассчитался хочу вы так стартуете менты я же сказал с этим подвязал вообще шо вы о мирском говорите благословение пришел у вас спросить на что нато шаблариок ограбить что ты опять за свое жениться я собрался ого поздравляем а почему к нам так вы же мне как отец и мать ну или ты мать кто у вас мать я не знаю так ты на что намекаешь я ничего не намекаю что вы к словам придираетесь я все чин чинарем собрался жениться и невеста у нас имеется смотри интересно ну слушай это не тот телефон который вчера отработали а что ты за человек такой он к тебе со всей душой а ты про работу красиво что это я про работу да мышки а кабанчик еще совсем маленьким помним ты же такой был худенький дубинкой по тебе попасть невозможно было все вылетает наш орленок из гнезда точнее не орленочек а сорока сколько ты всего блестящего к себе в гнездо перетаскал да сейчас пойдет жена дети ты хоть заезжать к нам будешь кабан раз в месяц верняк зуб даю ну так что может по 50 не 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 вышел мужики мне сейчас к невесте идти о а вот она и звонит извините интим алло да шва все вынесли на а со второго магазина хорошо за углом ювелирку видите давайте работайте да можно кабанчик какие-то странные у тебя разговоры с невестой так хочу а невеста с тещей по магазинам шарятся ну свадьба же готовятся ты знаешь этих баб понятно о закончили подготовку ну шо ж не буду вас задерживать как говорится спасибо за благословение подожди кабан что не посидим не 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 спасибо а вы кстати у себя в документике пометьте сегодняшним числом шумал кабанов с 15 00 до 15 15 был с нами ну типа алиби ну мало ли шо там да подожди кабанчик ты сейчас не спеши давай присядь наверное сейчас да не пара мне уже жена будущее семья не кабанчик подожди подожди все решил человек жениться пусть женится я чувствую что и свадьба у нас в отделении будет и детей его мы с тобой воспитывать а я в спортзал пойду я в честный образ жизни я буду питаться исключительно тем что выручу сам а я в спортзал пойду я вообще жрать перестану после шести после шестидесяти а так 45 баба ягодка опять смехала где-то извините пожалуйста можно таможню пройти да вы что себе позволяете вы что не видите люди обедают что не видишь у нас обед там написано таможня работает без обеда люди ждут очередь выстроилась ты думаешь что ты научился читать и уже самый умный ну-ка сумки досмотрел пожар сумках личные вещи личные вещи да просто личные вещи просто личные вещи что вы делаете проверяю личные вещи нет ли там наркотиков оружие не учтенных денег в этой сумке нет что в этой продукты питания так а сюда пожалуйста сейчас мы проверим что это за продукты это что такое а вы не видите что сертификат есть нету конфисковать а это что вы не видите колбаса обычно сертификат есть нету конфисковать конфисковать и утилизировать что вы делаете мы будем сейчас эпидемия африканской чумы если эпидемия так вы почему идите а мы вакцинированы нам уже ничего не грозит это еще что такое курица жареная а документики имеются не имеются а естественно конфисковать вы что делаете а на вас сертификат имеется имеется вот окей да действительно похож прошу прощения не смею вас больше заниживает вы с ума подходили тут слушай а как вкусно пахнет когда вы уже нажрете а вот здесь овещи это нам не нужно трапезу собираем продолжим трапезу да садись потому что через полчаса уже как я ненавижу когда мне прерывают обеденный перерыв вот и люди бывают наглые на троих ну чё кактус а попался ты приговариваешься к расстрелу за то что уколол работника милиции понял гады сволочи уроды говностраты я ой если вы так всех встречаете то понятно почему люди милиции не доверяют блин дед опять ты может нет нельзя что надо тебе меня хотят убить да кто тебя убить хочет опять достал наверно кого то хотя кого ты мог достать ты ж только нас тут достаешь все время меня хотят убить с выгодой наживы так какая наживы что с тебя взять вообще маразм атеросклероз или ревматизм у меня хотят отобрать квартиру в центре города на хрещатике о вот это уже мотив так ну и кто хочет мой внук так иди отсюда иди отсюда домой да я честно говорю ну ну выслушай меня ну выслушай ну выслушай ну выслушай ну выслушай ну выслушай зачем внуку тебя убивать если можно просто немножко подождать а вот он у меня в нетерпеливый такой и в кого он такой вдался а да я сам не знаю короче дед смотри чтоб тебя не убили ага надо исключить а мотив убийства понимаешь а собственно квартиру вот возьми квартиру перепиши на кого то ну кто там тебя досмотрит и все и никто тебя не убьет живи себя спокойно а интересная мысль а на кого переписать то а да не знаю на кого хочешь на того и переписывай на того кто кому ты доверяешь с кем ты общаешься короче с кем ты время больше проводишь на того и переписывай а Ганри понял так а с кем я время больше всего провожу так а так я с вами провожу с тобой и с Криницей А если краницы рядом нет, то тебе повезло, Петренко, выбираю преемником тебя. Не-не-не, дед, я такой головняк на себя брать не буду, не надо. Чего? Так сам подумай. Ты представитель внутренних органов, тебе никто ничего не сделает. Ну и с другой стороны, я квартиру переписываю, скоро я крак, и все, квартира твоя. Так, ты, значит, кряк и квартира моя. Не, ну оба плана мне нравятся. Когда кряк будет? Ну я что, ну так не знаю, но с такой пенсией, я скажу, скоро. Хорошо, согласен. Договорились. Ага, неси бумаги. Ага. А кто в эту квартиру не переедет, а? Правильно. Ты. Вот он, вот. Вот этот лошара. Да. А унастрат. А? Переписал обманным путем на себя квартиру мою. Вот гад. Это, подождите, подожди, дед, ты же меня сам попросил спасти тебя от внука. О, смотри на него, в рёд он и краснеет, гадина. Зачем мне своего внука любимого без квартиры оставлять, а? Это ж моя кровинушка. Это ж продолжение рода нашего. Что, мусорок, думал, въедешь в трёшечку в центре? А сейчас вот этот кактус въедет тебе в однокомнатную. Так а ну стоять, стоять, опа! Не бойся, внучок, он не заражен, у них денег на патроны нету. А? 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 Дай сюда. Ну, всё, присаживайся. Что, что, присаживайся? Ну, с новосельем тебя. А? А? Будешь знать, как обманывать честных стариков. Голно такое. Вот, чувствовал своей однокомнатной, что это кактус был, нахрен выкинуть. Фу. Фу. Ужара невозможная. Да. И какой такой дизайнер придумал форму полицейских чёрной делать? Слушай, может, давай в тыньочек в кустике спрячемся, а? Ага. Сначала как гаишники в кустике спрячемся, я потом взятки брать начнём. Нельзя. Терпи. Полиция, полиция! Помогите, пожалуйста. У меня сумку украли. Так, успокойтесь. Давайте по порядку. Кто украл, как он выглядел? Такой лысый, высокий, в красной футболке, в шортах. Куда он побежал? Туда! Успокойтесь, мы его догоним. Патруль 5-1. Преследуем преступника в северо-западном направлении. Городской пляж. Сейчас, быстро. Ушёл, гад. Ничего не ушёл. Продолжаем преследование без одежды. Почему без одежды? Чтобы не привлекать внимание. Понял. А кепка тебе зачем? Ну, чтобы прикрыться или как-то стеснялись. Чему там стесняться? Что? Что-что. Они вон все там такие. А-а-а. А как же мы его поймаем, если там все голые? Въявляется операция Золушка. Я обнаруживаю, ты примеряешь. Понял. Ходи давай. Всё. Рыба. Ха-ха-ха-ха. Ну, зачем ты это сказал, а? А чего? Мне прям пивка с рыбкой захотелось. Сколько там? Вот. А уже почти 11 утра. Давай-ка, тёмненького. Делается. Здорово, мужики. Здорово. Настя. Здрасте. А чего такой довольный? Ну, мужики, у меня мечта сбылась. Машину купил у товарища. Вот это, да. Почти новая. Ну, чуть-чуть БУ, но в очень хорошем состоянии. Какого года? 2000-го. Ну, практически из салона. Ну, машина действительно в очень хорошем состоянии. Да. Там единственный ремешок чуть-чуть подскрипывает. Ремешок ГРМ. Да. Вот. Подтянете? Конечно, подтянем. Сделаем. Мужики, только аккуратнее. На, почти новая. Да. Понятно. Будет летать, как новая. Почти новая машина. Это наш профиль. На, мне за пивком. Давай, давай. Так, а где? Рыбы не было. Да и хрен с ней. О. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Что такое? Опять ремень растянулся? Не, не растянулся, не. Порвался. Ну, это бывает у почти новых машин. Да. И там, это, сзади что-то скрипит. Скрипит. И спереди вот так вот как-то репит. Репит. Друг что говорит? Друг что-то трубку не берет. Мужики, вы не прикалайтесь на самом деле. Машина в хорошем состоянии. Просто сделайте то, что я говорю, и она еще не один год прослужит. Конечно. Сделайте. Да не волнуйся. Сделаем, сделаем, да. Другу привет. Ну, за друзей. За друзей. Все, все, глушили. Глушили. Ай. Шо? Опять? Да блин. По-моему, мотор навернулся. О-о-о. Не по-моему, а точно. Да. Ну, че? Можем сделать капремонт. Это уже вряд ли. Да. Мужик, может тебе эту, твою почти новую машину вернуть в почти салон? Слушайте, мужики, вы бы не прикалывались. Сделайте, а? Ну, сделать-то сделаем. Ну, капремонт будет стоить, ну, тебе, как хорошему уже знакомому. Спасибо. Сделаем скидочку. Ну, будет где-то 25 тысяч. Да. Да. Блин. Ну, это шо ж мне теперь, кредит брать? Второй. Ладно. Делайте. Делаем. Прости, прости, прости. Ходи. Вот она. Сюда отойду. Здорово, мужики. О-о-о, привет. Здорово, Сеня. Присоединяйся. Да нет. Ну, что, поздравьте меня. Шо? Разбил в хлам? Отмучился? Да нет. Лучше. Украли мою ласточку. Так, а че ты радуешься? Как-то че? Машина застрахована была? О-о. Я щас на сумму страховки себе такую ласточку куплю. Новую, из салона. Здрасте, приехали. Вот так вот ты, значит, можешь на нашу дружбу положить большой прибор. Чего это? А того это? Когда ты на новой машине к нам ремонтироваться приедешь? А, ну, это да. Новая Таврия – это все-таки новая Таврия. Таврия, говоришь? Таврия. А когда из салона забираешь? Завтра. Ну, вот и отлично. Тогда-то послезавтра. Отличный выбор. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, дорогой. Потому что голова на плечах имеется. Атака. Да. На троих. Приветствую вас. Здрасте. Что вы хотите? От вас веет чем-то нехорошим. Скорее всего, это венец безбрачия. Может, от меня борщом веет. Я только что обедала. Вы думаете, я не могу отличить венец безбрачия от запаха борща? Я не это имела в виду. Чем могу помочь? Я бы хотел снять все деньги со своего счета. Ваша фамилия? Я известный экстрасенс Евгений Всевидящий. По паспорту. Лохович. А, Лохович. Да, есть такой. Так, до конца депозита у вас еще полгода. Я могу поинтересоваться, почему вы решили снять денежку? Голоса. Что голоса? Голоса. Мне сказали, что ваш банк скоро обанкротится. Нужно забрать все деньги. А может, ваши голоса что-то перепутали? У нас в банке все в порядке. Поверьте, голоса никогда не ошибаются. Ой, ну хорошо, приходите через час, я подготовлю и бумаги, и деньги. Все непременно. Юрик, идем. Юрик, видео. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У вас все готово. Вот ваши деньги. Да, и вот ваш договор. Благодарю. Пожалуйста. Не делай этого. Вы что-то сказали? Я? Нет. Я ничего не говорила. Спасибо. Не за что. Не делай этого. Это ошибка. Вот сейчас слышали голос? Нет, не слышала. А может, это ваши духи? Может. Спасибо. Нет за что. Не забирай деньги из банка. Почему? Все просрек. А что же мне делать? Положи деньги обратно. Как скажете? Что-нибудь еще? И возьми кредит в долларах. В долларах? А курс? За курс не переживай. Он упадет. Мы, духи, все знаем. Как скажете? Вы знаете, я передумал. Я, пожалуй, оставлю эти деньги у вас. Угу. И еще я бы хотел взять кредит в долларах. На сумму пять тысяч. Пять мало. Семь тысяч. Больше, больше. Десять тысяч долларов. Да. Ну, что ж. Десять тысяч долларов. Распишите здесь и здесь. Угу. Пожалуйста. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего доброго. Юрик, мы богаты. Представляешь, со мной говорили голоса по-настоящему. Нет, ну с кредитом, конечно, ты переборщил. Духи плохого не посоветую. А еще духи могут снять и нет безбрачия. Ну да, конечно. Почему это? Ну я же замужем. На троих. Да, да. Добрый день, можно? Входите, входите, конечно. Лекарь. Что? У меня беда черная. Рассказывайте. Да что рассказывать? Жив я как обычная людина. Там, женщина, коханка, квартира, машина, домик, якийсь вертолетик невеличкий. И в один момент все рухнуло. Что рухнуло? Ну, был обычный день. Пришли до меня добрые люди взять дозвіл на будивство ночного клуба на территории детсадка. Ну я подписал, взял конверт. И тут так началось. Что началось? Очи почуть. Кашляю, чихаю. Все тело вот так вот чухается, чухается, чухается. А-а-а. Ну все понятно. Что? Ну что? У вас аллергия на взятки, мил человек. Да вы что? Да. И даже цю заразу подхлопил, а? В сауне. А-а-а, нет. Это вот когда идиоты ци с Киева приезжали. Доктор, це можно якось выликовать, да? Не волнуйтесь. Это не смертельно. Да? Да. Как же не смертельно? Я ж на одну зарплату не выживу. Успокойтесь, успокойтесь. Был у меня такой случай. Да. Приходил ко мне гаишник. Ага, и что? Деньги несите мне. Ага. И, может быть, со временем у вас восстановится возможность брать взятки. Я думаю, я до такого не готовый. Чего? Ну, аллергия, может, и пройде. Але у джаба меня точно задушить. О-о-о. Ну, в таком случае, мил человек, остается один вариант. Який? Карантин. Михаил Евгеньевич, зайдите, пожалуйста. Да. Ваш клиент. Угу. Ожидаем. Спасибо. Хлопцы, хлопцы, шо ж вы робите, а? А як же клятва демократа? Ой, цього, бюрократа. Господи, гиппократа. Ну, что вы так переживаете? Ну, посидите пару лет, иммунитет окрепнет. Какий иммунитет? Та вы шо? У меня за цей час навыки все пропадуть. Слушай, а давай я тебе дам… А ты заместь меня доктора посадишь, а? Нет. У него иммунитет на взятки. Я его лично кодировал. Даю миллион долларов. Доктор, он только что подобрал код. Стойте, а? Что значит? Вы можете хранить молчание. У вас есть право на адвоката. Вы с ума сошли. За что? Кузя, кушать. Нах-нах-нах. Какую вкуснятину я тебе тут несу. О! Ну-ка. Эх, Миктос. Как же все-таки хорошо, что мы завели своего собственного домового. Ну, Гор, может хватит? Что? Ты же понимаешь, что он не домовой. Кто? Да, конечно, домовой. Ты же сама мне, помнишь, год назад кричала? Не трогай, не убивай его, он домовой. Отпустите меня, пожалуйста. Я так больше не могу. Кузя, а что случилось? Тебе что у нас не нравится? Ты же кушаешь, пьешь, живешь на свежем воздухе. Ага, мне холодно на балконе. Да ладно, перестань холодно. Мы уже вон рамы поставили. Гляди, через год максимум два стекла поставил. Ну хватит издеваться, но он же человек. Кто он? Ты что? Какой же это человек? Это мифическое существо. Сокращенно муфлон. Как-то странно, вы сократили. Сядь к ней, муфлон. А то я тебе сейчас жизнь сокращу. Ну хорошо, хорошо, я признаюсь. Я признаюсь, это мой любовник и я тебя изменила. Вика, ну что ты на себя так наговариваешь? Это домовой и точка. Тем более, я к нему уже привык. Ну так заведите себе собаку и сажайте ее на цепь. Смотри-ка на него. Умный какой. Заведите собаку. За собакой нужен уход. А ты сам за собой ухаживаешь. Хоть и под себя ходишь. А это что? Я буду жаловаться в полицию. Полицию? Да пожалуйста. Я тебе даже помогу. Алло. Здрасте, полиция. Это вас беспокоят жильцы дома 32 по улице Строителей, квартира 76. У нас тут в квартире насильно удерживают домового. Та-дам. Куда? В психушку? Хорошо, выезжаем. Поехали. Пожалуйста, Егор. Ну я прошу тебя. Ну отпусти его. Ну ты уже наказал. И меняй его. Егор. Да я-то не против его отпустить. Отпусти. Ну как же твоя мама? С кем же она будет гулять? Кому она будет чесать пузико? Говорит вот так вот. У домохородцый. У домохородцый. Я правильно показываю твою маму? У домохородцый. Егор. Ну хотя бы в дом его впусти. Нет. Ты видела какой он срач там на балконе развел? Ты хочешь чтобы это было в квартире? Нет. Пока ты вот там вот у себя порядок не наведешь. В дом ни ногой. Будешь у нас балконный домовой. А потом посмотрим. Может переведу тебя в разряд домашний. Все. Иди. Место. Место. А подожди. Я же тебя забыл предупредить. Завтра в два часа идем с тобой к ветеринару. Моему знакомому. Зачем? Сделаем тебе не сложную операцию. И все. И все. Чтоб ты больше на соседских сучек не засматривался. Понял? Место, Кузя. Место. Да. Да ладно тебе. Все равно цепь до первой этажа не достает. Повисите. Днем другой. Командир. Ну за что остановил? Это же свадебная машина. Это самый счастливый день в моей жизни. Ну не порть праздник. А кто портит? Я ж только украшаю. Вже поспело в поле зилля. Всех витаем на веселле. Саша. Это все твои шуточки. Да я то тут при чем? А что это? Откуда я знаю? Сегодня вас ждут интересные конкурсы. И мы начнем с первого, который называется Дунь в трубочку. Начнем с дам. Ого. И у нас уже есть фаворит этого конкурса. Но не будем поспешать и проверим еще другого конкурсанта. И у нас есть победа. Это наречение. Саша, ты обещал быть трезвым. Ну не могу я с твоей мамой трезво общаться. Ну и что теперь? Вы нас оштрафуете? Боже, сбав. Ну что ж я изверх какой-то. А у нас Другий конкурс. Кто больше сбере грошей на хлопчика або девчинку. Ага. Подождите. Но вообще-то на мальчика и девочку собирают для жениха и невесты. Так. Я вам что тут? Тамадой. Бискоштовно противопробую. Такую программу за бабахов. Шутки, прибаутки, все дела. Будет что вспомнить. Что детям рассказать. А зачем рассказывать? Можно же и на видео посмотреть. На каком видео? А, да. На качественном. Где все детальки записаны. Например, как вы деньги вымогаете у нас. Да. Мы просто решили сэкономить на видеооператоре и поэтому всю свадьбу снимаем на видеорегистраторе. Та-дам. Положите ручкой. А еще из этого видео вы сможете сделать промо-ролик. Да, он вам очень пригодится, потому что вести вы будете только тематические мероприятия. Например, тюремные. Ну так что, видео вам отдавать или в НАБУ? Мне. Мне. А я вам сберу на хлопчика и девчинку. Вот. То есть, получается, вы сейчас не тамада, а наш гость. Точно. Дуже щедрый гость из Закарпаття. Ага. Сейчас. На секундочку. Ну давайте. Дарите подарок жениху и невесте. Да. Да. На мальчика. На мальчика. На девочку. На девочку. Да. Давайте на двойняшек еще. На двойняшек. Да. Ага. Сейчас. Да. На колясочку еще же надо. Колясочку. Да. А еще деньги на выкуп за невесту. Да. Меня же гаишники украли. Помогите. 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 Злые гаишники. Спасибо вам большое. Счастья вам. Здоровья. До свидания. Приходите к нам завтра на второй день. Муж и жена. Одна сатана. На троих. На троих. На троих.